Станислав Николаевич на суше без костылей не обходится. И чтобы спуститься в бассейн, вынужден прибегать к чьей-то помощи. А вот в воде, признаётся, чувствует себя хорошо. Нравится, конечно, в воде поплавать, отдохнуть, как говорится, и душой, и сердцем. Проплыл вроде бы ничего, нормально. На дистанции 50 метров среди мужчин Станислав Николаевич занял третье место. Соревнования и для него, и для всех сегодняшних пловцов, в первую очередь встреча с друзьями, возможность общения и праздник для души. А значит, и победа не столь важна. Не лежим дома, а работаем сами над собой. Колясочником занимаюсь, первое место, диплом выигрывал. Не именно, что ты первое, десятое место занял. Лишь бы вот чем-то как-то себя отвлечь от этой четырёхстенной жизни. Всего два месяца тренировок, и они уже на старте. В числе участников – люди с первой, второй и третьей группой инвалидности. Проверить свои силы в соревнованиях по плаванию они решили впервые. С каким желанием люди идут в бассейн. Посмотрим, как сегодня мы проведём соревнования. Я думаю, что если у нас получится, будем проводить ежегодно. Мы по стрельбе уже участвуем, в лёгкой атлетике мы участвуем, шашки-шахматы мы проводим, попробуем в плавании себя. Я бы хотела, чтобы здоровые люди посмотрели, как люди больные, ограниченные в здоровье, они не сидят. Понимаете, они вот занимаются, они стремятся к чему-то. Женщины состязались на дистанции 50 метров. Для мужчин, в зависимости от самочувствия и состояния здоровья, предлагалось проплыть 50 или 100 метров. Однако многим участникам даже эти водные метры дались нелегко. А вот Лариса Степановна Брюханова бойко проплыла 50-метровую дистанцию и безоговорочно заняла первое место. Даже трудно представить, что у столь энергичной женщины третья группа инвалидности. Когда у меня произошёл инсульт, я лежала три месяца неподвижная. Вообще я думала, всё, если только я встану когда-нибудь, я всё буду брать от жизни. Стала заниматься спортом. Пришла к Надежде Анатолии мне вот в общество инвалидов. И они меня вытянули потихоньку-потихоньку. Жить захотелось. Оказывается, весна на улице, солнце светит. И всё прекрасно. Каждый участник соревнований уже победитель. И в первую очередь своих недугов. А спортивные состязания этим людям необходимы как воздух, чтобы вновь почувствовать радость жизни без ограничений. Субтитры создавал DimaTorzok